Привет, друзья! В одном из предыдущих выпусков мы протестировали пяток саташных SSD накопителя из Китая и получили достаточно любопытные результаты. В комментах предложили сделать то же самое, только с NVMe решениями. Ну что ж, подопытные наконец-то добрались к нам из Китая. В этот раз мы взяли более емкие накопители на 512 гигабайт. Здесь самые продаваемые M.2 NVMe SSD на Алиэкспресс. Kingspec, Golden Fear на 512 гигабайт, Клисер, Нитак NI 3000 на 500 гигабайт. Также я взял в местном магазине самый дешевый NVMe SSD от фирмы Patriot P300. И еще один SSD от MSI. Нет, это не реклама, это единственный бренд, который просто так прислал нам свой SSD на тест. Он дороже, но посмотрим как он справится и что-то мне кажется, что он не выступит намного лучше остальных моделей. Цены на все эти SSD вы сейчас видите на своих экранах. В принципе там плюс-минус одинаково, до 3000 рублей. Выбивается разве что MSI Spatium, ну и самсунговский, потому что он на 2 терабайта. Давайте посмотрим, как ведут себя такие SSD в забеге на длинные дистанции. Как сильно они греются, нужны ли им радиаторы, как они себя ведут в заполненном виде. Ну и разумеется заглянем в их внутренний мир, а также протестируем парочку китайских PCI-Express переходников. На связи МК, сегодня полноценный тест народных китайских NVMe твердотельников. Сегодня в ролике мы будем говорить о контроллерах, типах памяти и прочих нюансах работы NVMe SSD, которые для специалистов очевидны и совершенно понятны. Если вы хотите погрузиться во все это и научиться ремонтировать электронику, у меня для вас хорошая новость. Ведущие инженеры Notebook 1 сервиса и Ассоциация сервисных центров запустили онлайн-обучение для начинающих и уже действующих мастеров. Больше не придется ходить по форумам, тратить несколько лет на наработку опыта, делать кучу ошибок и платить клиенту за испорченную технику. Этот путь можно существенно ускорить. На курсе есть все, чтобы с нуля обучиться ремонту ноутбуков и начать работать мастером, или повысить свою квалификацию. Помимо общедоступных знаний, вы узнаете секреты и лайфхаки из практики сервисных центров Notebook 1, которых нет в свободном доступе. От чтения электронных схем до диагностики неисправностей. У вас будут полноценные шаблоны действий для устранения большинства неисправностей современных ноутбуков. Практика пайки от термофена и SMD элементов до перепайки BGA-чипов. В течение пяти дней для наших подписчиков действует скидка 10% на любой тариф. Переходите по ссылочке под видео и оставляйте заявку. Вы получите подробную консультацию от специалистов школы. И сразу отвечу на вопросы про переходники с PCI-Express на NVMe. Эти стандарты максимально похожи, сами переходники на Али стоят дешево. Вам они понадобятся, если закончились М2-разъемы на плате. Во-первых, не забываем про ключи. У слота М2 их может быть два. Они определяют, какой тип накопителя в них можно вставить. SATA, NVMe или любой. Во-вторых, NVMe работает через четыре линии PCI-Express. Поэтому простые переходники с одной линией будут резать скорость в разы. Так, подключенный через одну линию топовый Samsung 980 Pro выдал лишь 800 Мбайт в секунду на чтение и запись. Это ближе к SATA, тогда как реальная скорость этого накопителя порядка 6 ГБ в секунду через PCI-Express 4 и больше 3 ГБ в секунду через 3. Поэтому ищите переходники с четырьмя или шестнадцатью линиями. Последние все равно будут иметь лишь четыре логических PCI-Express, так что какой-либо реальной разницы между ними не будет. Как видите, они не режут скорости в сравнении со слотами на плате, так как и те, и те, по сути, работают через одинаковые линии PCI-Express к процессору или чипсету. Также стоит помнить, что у обычных ПК количество PCI-Express линий ограничено парой десятков, и если вы подключите видеокарту и пару-тройку накопителей, есть шанс, что реальные скорости работы будут ниже возможных. В нашем тесте нам пришлось вытащить видеокарту и работать через встроенную графику. Едем дальше. Какие есть нюансы работы быстрых SSD? Повышенный нагрев. Чтобы на лету работать с данными на скоростях в пару гигабайт в секунду, нужны быстрые контроллеры, отчего они греются. Но так ли все критично? Что ж, давайте это проверим и начнем с Самсунга. Если постоянно записывать на него данные на максимальной скорости в тесте большими блоками AIDA64, то уже через несколько минут можно наблюдать пилу на графике, а общее время записи двух терабайт достигло 32 минут. При этом по пирометру контроллер нагрелся до 80 градусов, да и смарт после тестера портует о высокой температуре. Теперь давайте нацепим на него простой радиатор с Алиэкспресс без теплотрубки, совсем дешевый, по сути обычный брусок алюминия. И картина кардинально меняется. График становится ровней, никаких пиков нет, а время записи снизилось на 20%, до 26 минут. При этом, судя по внутреннему датчику, накопитель нагрелся ощутимо ниже, до 63 градусов. Проверим, изменит ли ситуацию более продвинутый радиатор со встроенной теплотрубкой от известной многим фирмы Snowman. Нет. Те же 26 минут записи и полное отсутствие пилы. Если у вас топовый горячий NVMe, радиатор ему нужен. Но вот покупать продвинутое охлаждение смысла нет. А нужен ли радиатор простым китайским SSD? На всех шести подопытных температуру выше 68 градусов даже в жестком тесте AIDA64 зафиксировать не удалось. В среднем они грелись до 50-55 градусов. При этом сами тесты аналогично показали отсутствие теплового троттлинга. Хотя вылезла другая проблема. Все дешевые накопители через Smart показывали неверную температуру в 40 или 42 градуса, которая никогда не менялась. Работающий термодатчик есть только у более дорогого MSI. Но это не особо важно. Китайцы таким образом троттлинг не скрывают. В реальных задачах температуры будут еще ниже. А значит раскошеливаться на радиатор в случае с недорогими NVMe SSD никакого смысла нет. В отзывах на Али многие пишут, что покупают радиатор китайцам. Я считаю, что тратить на это деньги не нужно. Теперь перейдем к тестам. Для начала данные из CrystalDiskInfo. В принципе ничего криминального, все SSD кроме MSI приехали формально новыми, без циклов перезаписи и включений. Хотя нужно помнить, что у любого накопителя пробег можно скрутить. Теперь посмотрим на контроллеры и память. Абсолютно все тестовые SSD идут без DRAM буфера, который здорово ускоряет работу с данными. Хоть как-то сгладить ситуацию пытается технология HMB, которая использует ОЗУ как буфер, но это, разумеется, не помогает. Быстрые NVMe накопители такого объема имеют чип оперативной памяти на 512 МБ. HMB же берет из ОЗУ от 16 до 64 МБ, что крайне мало, да и сама память компьютера физически дальше. Как итог, рассчитывать на высокую скорость на больших дистанциях уже не приходится. Но, разумеется, за это отвечает не только буфер. Что касается контроллеров, то Клисер, Патриот и Голден Фир базируются на старом добром SM2263 XTH из 2017 года. На тот момент это был хороший среднячок, сейчас же возникает вопрос, где китайцы его откопали. Сам по себе контроллер четырехканальный и в случае с 500 гигабайтным SSD все они используются. То есть мы увидим максимально возможные скорости и версия на 1 терабайт быстрее не будет. По памяти все интересно. У Клисер 96-слойный Сандиск, у Голден Фир еще хуже, 64-слойный Микрон. Оба типа памяти далеко не новые, им опять же по 4-5 лет, но спасибо, что это хотя бы трехбитная ТЛС, а не медленная свежая 4-битная КЮЭЛСИ. А вот брендовый Патриот порадовал. Достаточно свежий 128-слойный Хайникс дает ему шансы на победу в этом трио. Идем дальше. На очереди Kingspec и не так, с контроллером Maxio MAP 1202. Это уже чисто китайское детище из конца 2020 года. Аналогично четырехканальное и более быстрое, чем решение от Silicon Motion выше. С памятью все интересней. Если у не так, не самый старый медленный 112-слойный Сандиск, то вот в случае с Kingspec диагностическая утилита просто зависла на определении памяти. С одним чипом все ок, 120-слойная UMTC, а вот со вторым, видимо, проблемы. С учетом того, что это молодой китайский производитель, возможно, нам попался брак или от браковка. Забегая вперед, тесты этого SSD были мучительны. Ну и под конец самый дорогой в нашей подборке накопитель от MSI. Как и следовало ожидать, на нем сэкономили меньше всего. Контроллер Fison E15, который по сути является топовым E19, но с отключенной поддержкой PCI Express 4, помогает ему новая 176-слойная память Micron в четырехканальном режиме. И уже здесь можно сделать промежуточные выводы о том, что китайских Дедов Морозов не существует. Низкая цена на SSD из Поднебесной идет не из-за того, что бренды накручивают большую наценку, а лишь из-за того, что подвальные азиатские инженеры используют простые или старые контроллеры с не самой свежей памятью. Но куда интереснее, как они себя покажут в тестах. Вот такие скорости наши SSD показали в Crystal Disk Mark. Он хоть и более нагляден, выводы мы будем делать с помощью другого бенчмарка, который дает более подробную информацию. Прогоним Atta Benchmark на пустых накопителях, чтобы посмотреть пиковые скорости каждого из них. И вот тут, в отличие от SATA, разброс гораздо существенней. Если раньше мы почти всегда видели упор в возможности самой шины и, соответственно, скорости в 450-550 Мбайт в секунду, то вот здесь лишь не так MSI были близки к теоретическому пределу четырех линий PCI-Express 3.0 – 3,5 Гбайт в секунду. И то только в режиме чтения. Хуже всего себя показал Kingspec – у него 800 Мбайт в секунду, что ближе уже к SATA. В среднем недорогие подопытные выдали около 1,5-2 Гбайт в секунду в прыжке. Разница с SATA, казалось бы, ощутимая. Но, как вы уже догадались, есть нюансы. Для их определения возьмем тест большими блоками в AIDA64. Да, это все еще синтетика, едва ли кто-то будет за раз записывать 500 Гбайт данных. Но зато этот тест показателен в плане механизма работы контроллера и предельных скоростей снизу. И его результаты оказались крайне интересными. Во-первых, общий принцип работы всех протестированных безбуферных NVMe SSD схож с SATA, но отличается в одной важной детали. Во-вторых, в некоторых случаях SATA накопители оказались даже быстрее. Давайте разбираться почему так. Стартуют все они бодро. Порядка 15-20% объема пишут быстро. Вперед вырывается не так и MSI со скоростями больше 2 Гбайт в секунду. И это понятно. У этих решений и контроллеры свежие, и память тоже не пыльный хлам. Клиссер, Патриоты, Голден Фир держатся вместе, выдавая около 1300-1500 Мбайт в секунду. Сказывается пусть и брендовый, но не самый новый контроллер и память. Но после непрерывной записи на накопители около сотни гигабайт получается крутое пике, и скорость у всех подопытных падает в разы. Лидер не меняется. Все даже MSI с 850 Мбайтами в секунду. Аутсайдер тоже. Кинспек пробил дно с 60 Мбайтами в секунду. Остальные кучкуются около 250-300 Мбайт в секунду. И такое поведение близко к тому, что мы видели в тесте SATA SSD. И причина тут проста. SLC кэширование. Идея проста. Современная память имеет ячейки по 3 и 4 бита, или TLC и QLC. И писать данные на них напрямую оказывается достаточно медленно. Поэтому многие производители контроллеров SSD пошли на хитрость. Стали стараться писать данные в память в быстром однобитном режиме максимально возможное время. В так называемый SLC кэш. В таком случае легко достигаются скорости в гигабайт и в секунду. Что мы и видим в различных бенчмарках типа CrystalDiskMark, ASSSD или ATTO. Ну и в начале теста Аиды. Но проблема в том, что в таком режиме объем накопителя падает в 3 или 4 раза. То есть от 500 гигабайт остается 100-150 с хвостиком. И что происходит, когда в однобитовом режиме место на накопителе заканчивается, а писать данные все еще нужно? Правильно, контроллеру приходится утрамбовывать данные в однобитовой ячейке и параллельно писать в освободившиеся сразу в 3 или 4 битном режиме. Задача даже для топовых контроллеров сложная. Поэтому скорость падает в разы и держится около плинтуса до самого конца реального теста. Именно это мы видели в случае с тестом SATA. Но в случае с NVMe все устроено интересней, так как все подопытные используют трехбитную TLC память. Логично было бы увидеть максимальную скорость записи до 3 объема. Однако все они уронили скорость гораздо раньше, в среднем на 20%. То есть более умные NVMe контроллеры подстилают себе соломку. Имея в запасе свободные ячейки, они могут еще некоторое время показывать терпимую скорость записи в TLC режиме, отложив разгребание SLC кэша под конец. И только когда оставленный таким образом запас ячеек в многобитном режиме заканчивается, мы видим второе падение скорости до уровня плинтуса. Лишь на 2-3 объема контроллеру приходится и 1-битовый кэш ужимать и писать в TLC режиме, что и вызывает ту самую катастрофическую просадку по скорости, которая у SATA SSD случалась на третьем. И этот подход действительно более логичен на больших дистанциях. Тут идеальная аналогия с бегунами, когда выгоднее не сразу же рвать и выдыхаться в самом начале, а изначально немножко замедлиться, поберечь дыхание и в итоге показать более высокую среднюю скорость. Но все еще хорошо видно, что в нашем случае бегуны далеко не первого эшелона. Первое падение заставило всех испытуемых просесть до скоростей совсем дешевых SATA SSD, а второе вообще отправило их во времена хороших жестких дисков. Но есть два исключения. Это Kingspec, который аж 2 часа мучил 500 гигабайт на скорости в 60 метров. И MSI, у которого и первый провал был меньше всех. И во втором было хорошо видно, что контроллер все таки успевает временами уплотнять SLC ячейки. Синтетика лишь подтвердила теоретические выводы по железу. SSD очень сильно продвинулись за последние годы и если хороший пятилетний процессор все еще способен без проблем тащить все, то вот пятилетние контроллеры увы. Собственно скорее всего поэтому в Китае они вместе с такой же старой памятью продаются на вес. На радость местным мелким производителям твердотельников. Синтетика, конечно, интересна, но на практике едва ли кто-то будет записывать и мучить накопитель сразу же на 500 гигабайт. Давайте рассмотрим более реалистичный сценарий работы, когда такой накопитель забит где-то на половину или 300 гигабайт и вы хотите закинуть еще сотню. Например, проект в премьер или тяжелую игру. При этом копировать мы будем с двухтерабайтного Samsung 980 Pro, который точно не станет в данном случае узким местом. Половина SSD уже занята, а значит на SLC кэш остается гигабайт 50 максимум. И это хорошо видно на практике в случае с Klycer Patriot и не так. Какую-то часть объема они бодро писали в 1-битовый кэш на хорошей скорости в полтора гигабайта в секунду, а потом дружно шлепнулись на 200 мегабайт. В случае с закачкой тяжелой игры это едва ли будет заметно даже на гигабитном интернете, но если вы постоянно планируете работать, например с 4К видео, то такие скорости чуть лучше хороших HDD едва ли можно назвать адекватными. Особенно с учетом того, что в прыжке тот же не так показывал больше 3 гигабайт в секунду. Теперь отдельно поговорим про выделившихся. Это Golden Fear, MSI и Kingspec. Лидер и так был очевиден, MSI удерживал больше 800 мегабайт на запись даже в конце копирования 100 гигабайт разом. Он, как и Golden Fear использует динамический SLC-кэш, иными словами контроллер сам управляет его объемом в зависимости от свободного места на диске. В теории, в случае с хорошим SSD это позволяет подстелить больше соломки, устроив более быстрое первое падение, но выиграв на долгосроке. MSI это помогло, Golden Fear, увы. 150 мегабайт в секунду в среднем адекватны для дешевого SATA решения, но отнюдь не NVMe. Kingspec, как обычно, это теперь мои любимые SSD, он отличился в худшем смысле этого слова. 2,2 мегабайта в секунду. Именно до такой скорости он падал. Ему было больно и трудно, но он поднимался до 60. И дело опять же не в контроллере, не так, с аналогичным, работает гораздо лучше. Видимо все же память UMTC в данном случае отбраковка. Не стоит объяснять, что падение скорости системного накопителя до 2 мегабайт в секунду в лучшем случае приведет к очень медленной работе Windows, а в худшем вообще к PSO. Ну и под конец проведем повторные тесты ватта на накопителях заполненных на 400 гигабайт или 80%. И тут снова без сюрпризов. Разницы с пустыми практически нет, если не брать мой любимый Kingspec. И это ожидаемо. Все популярные бенчмарки обычно используют не больше пары гигабайт, что позволяет им всегда укладываться в SLC Cache. С учетом того, что Windows ведет себя так же, даже на достаточно полных накопителях проблем с ее скоростью не будет. За исключением Kingspec, который даже на 80% объема умудрился провалиться по записи до 150 мегабайт в секунду на больших и всего 20 мегабайт в секунду на мелких файлах. И я думаю, не стоит объяснять, что это приведет к серьезной задумчивости системы при любой попытке записи чего-либо. Прежде чем мы подведем итоги, я хочу рассказать про нашего спонсора — интернет-магазин E2E4. Если вы ищите качественный SSD диск или другие комплектующие для компьютера, то обратите внимание на продукцию бренда Mastera. SSD диски Mastera построены на базе контроллеров Silicon Motion и Phison S12. В дисках используется память 3D TLC NAND, они демонстрируют высокую скорость чтения и записи, имеют повышенный ресурс надежности до 1000 терабайт в зависимости от модели и объема накопителя. Также под брендом Mastera вы сможете найти надежные блоки питания, оперативную память, мониторы и другие товары по приятным ценам и с длительной гарантией. До конца января в E2E4 действует приятный бонус в виде 10% и выгодная акция с кредитом без переплат и первоначального взноса на срок до двух лет. Переходите по ссылке в описании и покупайте на сайте E2E4.ru. А теперь к выводам. Что в итоге? Чудо не случилось, сэкономить и купить задешево китайский топ за свои деньги не получится ни с SATA, ни с NVMe накопителями, ибо все они базируются на одном принципе – воткнуть что подешевле. В результате в лучшем случае мы увидим относительно свежие китайские контроллеры базового уровня, но в массе своей решения пятилетней давности с такой же старой памятью, причем с жалким разнообразием. На четыре протестированных китайских SSD лишь два типа контроллеров. Память тоже, скорее всего, ставилось рандомно по принципу, что сегодня было подешевле на радиорынке. Именно это основная проблема, которую явно видно в случае с KINSPIC. Даже на официальном постере компания считает разброс скоростей в три раза нормой, что явно говорит о серьезной лотерее в используемом железе. И производитель не утруждает себя тестами получившихся франкенштейнов. Как итог, вам вполне может прийти накопитель, который будет записывать данные медленней самой дешевой флешки. И это касается не только KINSPIC. Как я уже говорил выше, все накопители из Поднебесной похожи друг на друга, как китайские дети. Поэтому такой же сюрприз с дискретными скоростями вас может поджидать и в NITAC, и в Golden Fear, да вообще в любом дешевом SSD. И даже не это самое худшее. Возникает закономерный вопрос, а где китайские инженеры вообще берут такие старые контроллеры и память? В самом лучшем случае скупают остатки у производителей, которым нужно избавиться от старых решений, но при этом ни один уважающий себя бренд это не покупает. А в худшем случае сбываются демообразцы, как мы видели в случае с SATA, или отбраковка, как у NVMe Kingspec. То есть продаются по цене кремния пластины, которые не прошли все тесты, но при этом какая-то часть NAND чипов на них еще работает. Небольшие компании их с радостью нарезают на чипы и как-то тестируют, корпусируют и продают задешево местным китайским SSD-мейкерам. Как итог, вам вполне может попасться накопитель, у которого один чип памяти хороший, а второй не особо, с плачевными результатами для скорости и, что хуже, для сохранности ваших данных. И это не пустой звук. Достаточно пролистать отзывы о том же Kingspec и Golden Fear, явно виден и серьезный разброс скорости, и встречаются жалобы на то, что накопитель не работает из коробки, или же Windows на нем перестала загружаться спустя некоторое время. Если к покупке тех же процессоров с Ali вопросов никаких нет, это точно официальные камни, да еще и вдвое дешевле, чем у нас в местной рознице, то вот с SSD это не так. Ладно бы схожие решения в крупных местных магазинах стоили вдвое дороже. Но нет, тот же протестированный нами Patriot, который стоит на 200 рублей дороже, предлагает пусть и такой же старый контроллер, но уже новую память, и шанс остаться без данных с ним ощутимо меньше. И самое главное, он идет с годовой гарантией от магазина. Я конечно же открыл спор по Kingspec на AliExpress, но продавец что-то пока что молчит, может скоро вмешается сам AliExpress. Но не факт, что мне вернут деньги, в любом случае это затянется надолго. В целом, по итогу можно составить вот такой рейтинг протестированных в этом видео SSD. Из китайцев лучше всех себя показал Клисерон и в тесте большими блоками не подкачал, и в копировании держал высокую скорость, не падая ниже 250 мегабайт в секунду. Имеет ли смысл рисковать своими нервами и данными, сэкономив 500 рублей? Ответить на него предлагаю каждому комментарий. Ссылки на все протестированные SSD в описании вы не найдете, мы опубликуем их в нашем Telegram канале, это будут не реферальные ссылки, а просто для понимания какой конкретно SSD был на тесте. Подписывайтесь на нашу телегу, там мы публикуем самые интересные новости, анонсы и немного эксклюзивного материала. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, жду вас в комментах, пока.